Девочка-пай Максим, привет! Привет! Слышишь, сегодня так в детстве вспоминала. Хочется узнать, какая у тебя была любимая игрушка. У меня еще сама крутая из всех игрушек была. Я могу догадаться. Ну, давай, давай. Давай, догадай. У тебя, наверное, как у всех мальчиков, в то время было трансформер? Нет. Не трансформер? Нет. Так, ладно. А, машинка на пультике. Она едет, а ты управляешь ей. Ален, ну это как-то по-дешевому. Нет. Хорошо. Тогда вот этот вертолет, ты его запускаешь, он летит в соседнюю комнату. Ален, это мелочно все. Нет, у меня самая крутая была игрушка. Все, я поняла. Это сто процентов так и было. Ну, этот конструктор, из которого что хочешь, то и делаешь. Нет, Ален. Этот вот цветной, с кубиками. Нет. Наступаешь, он тебе впивается. Нет, 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 нет. У меня палка, крапива-убивалка была. Из нее стрелялка. Лопухи уничтожал-ка. Жидайский меч. Ну, современным детям такая игрушка вряд ли понравится. Ну, естественно. Дай угадай, какая у тебя была любимая игрушка детства, Барби? Логично. Прочитанный как открытая книга. Ладно, пойдем на девятую студию. Вспомним наши детские игрушки. Ой, ну Барби у меня была, знаешь, мне такой сделали, знаешь, мебель. Идешь, крапива вот так вот. Доброго вечера! Друзья, наступил уже четверг и уже вечер. И это не может не радовать, ведь совсем чуть-чуть остается нам, друзья, последний практический рывочек пятницы до выходного уикенда. Девятая студия начинается. Максим Кропотов в этой студии. Алена Милина и, конечно же, еще наши коллеги, которые сегодня будут радовать вас своими сюжетами. Я сегодня, кстати, в образе Кармен. Ты так решил сам. Я так решил. Много чего интересного и полезного сегодня мы вам покажем, ну а также будем с вами общаться в нашей группе Девятка ТВ Киров под постом с прямой трансляцией. Да, и в Девятой студии прямой эфира это значит, что вы можете, во-первых, написать свои сообщения. Все верно. Именно там вы можете нам позвонить. 35-1404, телефон прямого эфира. А это означает, что ваш голос услышит как минимум вся область. Но поговаривают, что нас смотрят даже в столице. Даже в столице нас. Я вам дети больше скажу, нас посмотрят и на Урале. Прекрасно. Вот так вот. И, друзья, конечно же, наш вечер не обойдется без подарков. О подарках поговорим? Давайте поговорим о подарках. Или сначала вопрос вечера. Выбирайте, Максим. Ох, я не знаю, я не знаю. Итак, ладно, в какой руке? Вот в этой. А вопрос вечера все-таки. Вопрос вечера. Итак, друзья, сегодня мы говорим на очень интересную тему. Сегодня вспоминаем ваши игрушки детства, ваши любимые игрушки детства. Поэтому рассказывайте нам о них в группе ВКонтакте «Девятка Твой Киров». Можно также призвать и фотографии. Верно. Для того, чтобы мы вот окунулись в это воспоминание. Для того, чтобы вы рассказали нам, почему именно эта игрушка была вашей любимой. В общем, друзья, пишите, рассказывайте. Может быть, сейчас у ваших детей есть какая-то классная игрушка, в которую бы вы точно сыграли прямо сейчас. Да. Ну а теперь вот в этой руке у нас, конечно же, лот подарков. Подарки. Давай, что сегодня мы дарим? Ну что, раз мы окунаемся в детство сегодня по полной, то почему бы и не отправиться на батуты? Поэтому сегодня... Вы знаешь, когда тебе дарили подарок, что делал в первую очередь? Ты прыгала от счастья. Вот. И прямо сейчас мы вам подарим еще час целый этого счастья. Сходите, попрыгайте на батуты. А также, друзья, полезный подарок. Между прочим, это подарочный сертификат на консультацию нумеролога. Сейчас чего только не происходит. Вот эти все коридорные затмения. Поэтому отправьтесь туда, узнаете, что вас ждет. Возможно, что вас ждет ваших деток. Может быть, как-то по-особенному их раскрыть. Потому что нумерология, она и про нас, и про то, что происходит вообще сейчас на Солнечной планете. Слушайте, у меня вот еще одна история появилась. Спасибо за подарки. У меня вчера жена очень сильно жаловалась на нас с тобой. А что? Почему вот вы вот на девятой студии так мало подарков разыгрываете? Я еще хочу. Мне, говорит, мало. Что делать ей? Вот объясни. Что ей делать? Ей заходить в нашу группу ВКонтакте Девятка ТВ Киров. И там у нас точно есть еще один классный розыгрыш. Условия максимально простые. Поэтому, выполнив их, у вас есть возможность выиграть сертификаты. Поговаривают на 3000 рублей. Поговаривают на обувь. Вот это да. Поговаривают твоя жена, наверное. Поговаривают, да. Ну что, друзья, все вам рассказали, все показали. Девятая студия начинает свою работу. Располагайтесь поудобнее перед экраном своих телевизоров или гаджетов. И давайте отдыхать. Конечно же, в четверг мы начинаем всегда с резидента девятой студии. Это Фиолетта Рудольфовна. Кто это? Это великая бабушка, которая дает супер лайфхуки. И очередные советы на ваших экранах. Субтитры сделал DimaTorzok Я тебя сегодня даже ругать не буду, в случае чего. Так что, все, давай, расслабься и погнали. Ну, ты видишь, не соврала же. Кстати, Кумирас, это для тебя, да. Давай, загадывай желание и дуй. Ну, давай, дуй, дуй. Но сильней, ну. Давай за всех сил дуй. Тайшие легкие слабые, да. Я за тебя загадала. Давай, погнали. Ну, ты видишь, бабушка даже ни одним глазом еще не дернулась. Ладно, Кумира у нас хотела в конце, но сейчас подарю. Держи. Сертификат в качалочку тебе. Не поднимай, не поднимай, ладно. Понимаю, что тяжелый. Электронники сделаю. Ну, как говорится, погнали. Я не понимаю, как ты до 37 лет дожил вообще, а? Хай-хай! С вами снова Виолетта Рудольф. Да, та самая бабушка, у которой есть холодильник под подоконником. Он тресоль под потолком, даже если это новостройка. Ну, шо, дорогие мои, у Кати у бабки купин дос. Сказали деньги до свидос. Именно поэтому, по старой доброй традиции, как говорится, зыр не бабушкин видос, не везися как бурбос. Ну, шо, встречай, народ, бабушкин блок. Расскажу тебе сейчас, друг, как отклеить клей от рук. Отклеить клей? Никто это, туфтологию не заказывал, не? Ну, значит, моя. Короче, ежели ты сидишь и что-то тут клеишь, и при этом у тебя нет ни ребенка на ремонту, то ты очень одинокий человек, раз этим занимаешься. А если у тебя при этом еще и клевую руку зашкаливает, то слушай бабушкин прогноз. Первое, ты так и останешься по забытым горемыкой, а второе, ты на 100% ушей в клее и злазюкаешься. И ежели у первого, слушай, бабушка тебе помочь не сможет, не молода уже, то во втором это изикаточка. В общем, если клей засох на твоей ладошке, солью ты ее посыпь и поедусь немножко. И где-то через 5 минут неудобства все пройдут. Сейчас откроет бабушка вам ваши глаза. Вертикально мальчики и девочки натирать нельзя. Не, ну неудобно, шьел и пали, там шоркаешь, шоркаешь, а по итогу все в разные стороны разлетелось. В общем, прямо сейчас бабушка расскажет вам, как правильно натирать сыр на терке. Значит-то так, действуем по схеме Владимира Ильича Ленина и переводим терку в горизонтальное положение. И, как говорится, шоркаем в удовольствие. И при всем при этом под терку можно ничего не подкладывать. Коли ожидаются гости у тебя, а на кухне на твоей нету ничего, дашь пакетик с чаем у тебя один. Заходите, милые гости, в сухую посидим. Короче, в такой ситуации есть два варианта. Ежели ты зажиточный, хитро выдуманный крестьянин, то у тебя всегда есть на вооружении фразочка «Хата с меня, стол с вас». Но если хитрости в те, как мясо в беляшах на вокзале, котик наплакал, причем, возможно, это даже не оглегория, и котик там реально участвовал, то тут тебе поможет бабушка чайно-наливательный луфук. Возьми чайник и чайный пакетик засунь ему в нос. И потихонечку разливай. Вода закончилась. И вуаля, угости всех чай нулит, хоть его и эффективно. Ну шо, с вами была Виолетта Рудольфу, на Юлайф Кухидан. Подписывайся на меня в соцсетях, ссылочка вот тут. А вот ставь Лукас, жмакай в колокол, репости Аки Ненормальные, и самое главное, помни, видосы бабки облюбуем, ищем, включаем и... С вами был Баблок. Всего хорошего. Пока. Ну, теперь мы знаем, как с одного пакетика напоить как минимум всю семью чая. Не окуная в кружку. Вот так вот. Вот это да, друзья. Друзья, если вам нравятся эти советы бабушкины, обязательно пишите в группу ВКонтакте Девятка ТВ Кира. Бабуля заходит, она все это читает, она все это смотрит, ей эта поддержка... Она даже отвечает. ...как мед на душу. Поэтому, друзья, давайте-ка будем уважать друг друга и уважать бабушку. Ну а прямо сейчас еще один уважительный член нашей девятой студии Резидент. Это Константин Салтанов. О-о-о! Вечер добрый. Костя с нами. Костя, привет. Вечер добрый, друзья. Да, эти, конечно, лайфхуки от Вилеты Рудольфовны, они, знаете, как... Ну вот как снег на голову. Ведь они очень сильно... Мед на душу, снег на голову. У вас сегодня сравнительная редакция. Да. Мы с Александром на одной волне сегодня, да. Как дела у тебя? Дела замечательно, все хорошо, ведь четверг, скоро выходные и зима близко, друзья. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, Константин, чувствую, я какие-то... Вы пересмотрели Дом Дракон? Какие-то будут зимние истории, что ли, сейчас? Нет. Новости у нас, истории со всего мира собраны, они совершенно не связаны ни с каким временем года, просто они поднимают настроение и где-то могут быть даже поучительными для некоторых собравшихся сегодня у телеэкранов. Давайте начнем. Давайте начнем. Константин, поехали. Первая история, как раз-таки она очень поучительная. Состоит она в чем? Мужчина совершал очередной свой авиаперелет, непосредственно связанный с его работой. Мужчина очень... Он пожелал остаться неизвестным, но он рассказал о своих данных. Он очень высокого роста, то есть он за метр девяносто, то есть выше меня, и специально в самолетах заранее подбирает места, где есть дополнительное пространство для ног. Всегда он это делает. Это переднее кресло. Да, Максим. И они еще есть в середине, и, по-моему, где-то в конце... В середине не видал, в конце тоже. В середине тоже есть. Где-то в середине... Ну, по-моему, ну ладно. Ну, ладно. Сойдемся на том, что это было в начале. Вот он заранее приобрел билет, и в очередной раз, заходя на посадку, он обнаружил, что его место уже занято. Его место занято какой-то девушкой, вместе с которой летел ребенок. Ребенок грудной. Он сначала очень удивился, что же происходит, потом сверил места. Нет, оказывается, девушка заняла его место. Все... Это вот я же мать? Да, все же, все получилось почему. Оказывается, они летели не просто мать ребенком, а еще был отец. Вот как раз-таки отец вот этого семейства. Они не смогли заранее вместе забронировать билеты. Они просто взяли вот и сели втроем, получается, ну, да, втроем. Ну, а вдруг? Да, ну, а вдруг прокатит... Вдруг не придет никто. Это же как автобус. Да. Как кино. Вдруг кто-то... Забронировали билеты, ну, не придет человек, и все, что, ну, полетим вместе. Вдруг прокатит, и получится полететь вот так вот вместе. Но нет. Мужчина подозвал бортпроводника, бортпроводник сверил все данные паспорта и номера билетов, номера мест, и все, их рассадили. Он поделился этой историей в соцсетях, и, естественно, все разделились на два лагеря. Первое, хаяли мужчину как могли, что как это он не проникся... Разлучник. Да, разлучник этакий, да, хулиган. Почему он не разрешил семье лететь вместе? А второе сказали, а что же здесь такого? Ведь ребенок не является, что называется, индульгенцией от всех. Как говорится, у нас все по духу... По документам. Да, все по документам. Извольте лететь согласно купленным билетом. Вот первая такая поучительная история. Это, знаете, это совет главе этого семейства. Ты, как говорится, позаботься заранее. Да, ведь они могли сделать то же самое. Сами профукали билеты, еще и ребенка маленького в самолет взяли, а это ж... Все ж летали с маленьким ребенком, нет? В поездах ездили все, да? Да, все ездили. Ну вот. Было дело. Так что... Но не будем здесь никого осуждать, это дело каждого, как и с помощью каких-то средств передвижения ему двигаться по миру. История номер два, она такая, несколько смешливая, но опять же тоже несколько поучительная. На Филиппинах в государственном одном университете происходил экзамен на машиностроительном факультете. И преподаватель сказал, что он будет очень строго следить за тем, чтобы никто не списывал. Да. Я по картинке уже понял. Настолько строго, да? Он следил за тем, чтобы никто не списывал, что обязал всех студентов придумать себе некий головной убор, который будет препятствовать подсматриванию, списыванию, различным всем другим методам списывания. И вот студенты подошли очень креативно к решению этого вопроса. Там на самом деле есть целое такое очень длинное... Вот я вижу, чумной доктор. Да, да, там очень много картинок есть. Я представил буквально пару. Но на самом деле закончилась история очень хорошо. Студенты нашли очень несколько креативных подходов к созданию вот этих вот, назовем их, шляп головной уборы. Я бы, знаете, что сделал на месте? Я бы шляпу записывал, шпаргалки ставил. Во-первых, да. А во-вторых, на месте преподавателя я бы сказала, сейчас пятерка за самый лучший. Вот этот вот костюм. И вот тут Алена... Не строил бы показ мод. Да. И вот тут Алена с Максимом, вы правы. Действительно, после этого был устроен некий смотр-показ мод. Самый креативный создатель головного убора... Я даже знаю, кто преподаватель был. Да, самый креативный создатель головного убора. Он получил небольшой бонус к своим оценкам. И вообще экзамен прошел, на удивление, очень хорошо. И средний балл был гораздо выше, чем вообще на обычных экзаменах. Заинтересовал преподаватель своим предметом. Вот и все ясно стало. Мне интересно, что за предмет был. Машиностроительный факультет. Предмет пока что неизвестен. Если надо, Максим, я узнаю. Да, пожалуйста, будьте так. Картунное видение, это я, как понимаю, было какое-то... Какое-то вырезание, может быть, клейка, сшивание. Художественное, машинное быть занято. Новость номер три тоже поучительная. Итак, здесь у нас лайфхак для женщин. Жительница Канады, которую зовут Сумхин Гарча, она приехала в Канаду из Индии и очень давно уже там живет, вместе со своим бойфрендом, которого зовут Шираз Брара. И прогуливаясь по набережной, они вместе с большой компанией друзей задумали один, одно, скажем так, мероприятие. Девушка... На картинке мы понимаем, какое в целом. Они встречаются очень давно, и девушка уже очень давно ждала некого продвижения в их отношениях. Но молодой человек никуда не спешил, все, наверное, присматривался. Она заходила каждый раз в комнату вот так, ну... Она показывала, что пальчик мерзнет. Пальчик мерзнет. Он ее в ресторан звал, она такая сидит, поел, она такая... Ну сколько же можно, да? Позвала куда-нибудь в парк. И вот этот вопрос, ну сколько же можно, она решила, собственно, этот вопрос завершить своими руками, своими действиями. И в определенный момент они подошли к определенному месту, там такое, назовем это такая, небольшая сцена, полуэстрада. И она снова такая... Нет, Максим, здесь уже ничего... Здесь не было вот этих вопрошающих каких-то жестов. Она просто заставила его к себе развернуться, красиво встала на колено и предложила ему жениться на ней. Сей поступок был, естественно, всеми друзьями и окружающими людьми, которые были подготовлены уже, то есть сразу же откуда-то появился оркестр, откуда-то... Салют. Да, салют откуда-то все это появилось. Из моря вышел аквамен. Да, и, собственно, сам вручил им какой-то там, какой-то подарок, жемчужину, может быть. И, естественно... Стерна. Да, это красивая история попала в соцсети, и, естественно, как и всегда, мы с вами это наблюдаем, появились недоброжелатели и те люди, которые действительно порадовались за эту пару. Недоброжелатели в основном женского пола, как я заметил по комментариям, которые сказали, что вот они... Никогда бы себе такого не позволили, это ниже моей гордости. Слушайте, я согласна, потому что, ну, если ты уже просишь, вот ты намекаешь, намекаешь, человек и не понимает, а дальше-то как она будет? Она что будет, его тащить и в браке там постоянно? Я не знаю, ну, это как? Я не согласна. А когда они ребенка, она что-то уже... Ну? Ну? Давай уже что? Ну, как сколько можно уже? Да, да, да. Ты тоже... Сосочку ему, да, преподнеси? Ну? Ну? Носочки уже связалась. Если честно, я считаю, что мужчина же должен проявлять свою решительность. Ну? 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 Это у нас теперь будет жест вечера такой, да? Она, может быть, чего-то не знала, может быть, он все эти пять лет готовился, да, он своими руками возил песок в море, создавал остров, выращивал пальмы. Константин, чтобы встать на коллеги... А вторые-то, кто его там, кто поддерживает девчонку, что говорят? Они говорят, что действительно, ну, мир современного... Это мама. Мир современный, он таков, интересы у всех разные, и то, что девушка проявила такую решительность, это только ее красит, потому что действительно, ну, сколько же уже можно думать, пора бы создать уже здоровую семейку, здоровую семью, здоровую ячейку общества, и уже рожать детишек, и чтобы все было хорошо. А он, то самое главное, согласился? Он согласился. Изначально все были несколько... Нет, у него вид-то такой, ну, типа, ну... Изначально все были обескуражены его поведением, потому что он вот встал как памятник и ничего не делал. Но невеста, которая вот... А он там завис в голове, в смысле я. Да, Максим Дуси прав. Она сказала, что он просто, ну, был обескуражен, очень сильно удивлен, но потом, естественно, обрадовался такому предложению и, естественно, сказал да. Самое прикольное, если бы он такой... А у меня тоже есть... Это было бы самое лучшее, на самом деле. Хорошо. Константин, расскажи про свою любимую игрушку с детства. О, у всех такая была. У меня, наверное, это был... Помните, такой был железный конструктор? Это была мечта всех детей. У меня до сих пор есть. Максим, зачем ты опять вот об этом говоришь? Это была мечта всех детей. Этот железный конструктор, там можно было построить все там от машинки до огромного крана. И вот такой у меня был, и это способствовало развитию мелкой моторики рук и фантазии. Класс. Ну что ж, Константин, отправляем тебя в этот вечер. Пока-пока. Возможно, ты сейчас будешь собирать конструктор. Ну, а мы прямо сейчас займемся нечто более полезным. Дело в том, что вы, наверное, слышали про сортировку мусора, но, если честно, я ни разу в таком сортировочном центре не была. Мы отправили туда Александра Бушмакина и узнали, достаточно увлекательное занятие сортировать мусор. Уже не первый год экоактивисты призывают нас к сортировке мусора. Но многие люди просто-напросто не знают, как это правильно делать и зачем вообще это нужно. Сегодня мы решили разобраться в этом вопросе. Искать ответы мы пришли в экоцентр, куда люди приносят мусор для сортировки. Разложить все по полочкам, а точнее по фракциям нам поможет экоактивист Алина Шутолева. Алина, расскажи, для чего все-таки нужно сортировать мусор? Мы все-таки употребляем слово вторсырье, потому что оно идет дальше, используется где-то еще, перерабатывается и может быть повторно использовано. А для чего это нужно? Для того, чтобы спасти планету. А существуют какие-то правила, как это делать? Да, конечно, мы берем наше вторсырье. После того, как мы скушали что-то, то мы обязательно моем упаковку, очищаем некоторую упаковку от этикеток, то есть не все упаковки нужно очищать. Допустим, стекло можно сдавать с этикетками. Пластик в основном нужно очищать. После этого мы все сортируем дома, либо складываем в один пакетик и идем уже в экоцентр и распределяем по тракте. Вот и все. Я предлагаю сейчас начать ликбез по тому, как правильно сортировать вторсырье, потому что я вижу, что здесь очень много различных специальных секций. И давайте же мы сейчас попробуем сами все расположить где нужно. Я взял с собой из дома пакетик со вторсырьем, как это правильно называть. Да, я уже вручил. Предварительно все очистил. Вот роллы ел. Куда это девать? Смотри, здесь у нас есть знак один пэт. То есть каждое вторсырье, каждая упаковка подписывается. Мы смотрим и можем сориентироваться по каждой маркировке вот этих фракций. То есть мы ищем, где у нас один пэт. Вот допустим здесь есть один пэт бутылки. Ну это бутылки, вот тут пример, да? Это не бутылка, получается. Бутылки из-под масла отдельно вынесены. Так. Вот. И получается тоже бутылки и один пэт. Вот как раз пример есть. Прочие и черного цвета. Мы все отправили. Чипсики вот я ел. Здесь что мы должны посмотреть? Тоже какую-то маркировку. Да, давай попробуй сам найти. Давай. О, я нашел треугольчик с цифрой 5ПП. Здесь есть 5ПП и здесь указана фольгированная упаковка. Посмотри. Внутри фольгированная упаковка. Да. Все, отлично. Вот пример опять смотрим, да? Так, чипсики как есть. Вот сюда сверяем. Один пэт. Тоже один пэт. Вот смотри, тут бутылки, а тут бутылки и прочее. То есть здесь только бутылки, а здесь уже есть прочее. Но здесь же мы можем посмотреть на образцы, которые представлены. Да, конечно. Ну, я думаю, это самое похожее. Или можно посмотреть внутрь. Там тоже можно увидеть какие-то примеры. Ну, слушайте, тут одноразовые стаканчики есть. Ага. Ну, это вот такой же, как у меня, только без крышки. Значит, сюда отправляем. Пока. И напоследок в моем мешочке со вторсырьем жестяная банка делал салат, горошек зеленый был. Тут что, А тут смотри, тут тоже нет никакой маркировки. Поищем, может быть, и есть. Если нет, то ориентируйся на вот на надписи. На надписи. Мы сейчас ищем. О! По-моему, сюда. Ну, и там тоже такие же баночки есть. Использованная пластиковая бутылка, какая-нибудь банка и даже пакет имеют шанс на вторую жизнь и могут принести пользу человеку еще раз. Ну, а вообще сортировка в топ сырья это не только полезное дело, но еще и очень увлекательное. Чистая планета это залог нашего здоровья. Ну что, я считаю, это очень нужное и полезное дело. Точно такое же, как и писать комментарии в девятую студию. Заходим в группу Девятка ТВ Киров. Пост с прямой трансляцией там уже есть. Под постом оставляем свои комментарии и свои ответы наш вечерний вопрос. Ваша любимая игрушка детства? Какая она? Мы ждем комментариев, мы ждем фотографий, возможно, даже кто-то скинет видео. Мы с удовольствием все это посмотрим и прямо сейчас мы уже начнем битву вот за эти два замечательных подарка. За попрыгать на батутах и сходить к нумерологу на консультацию. Вот так вот. Два замечательных подарка. Подарков еще будет больше, поэтому смотрите до конца девятую студию. Поверьте мне, подарок вас сегодня ожидает. Ой-ой-ой, какой классный. Ну что, поехали, Анастасия Чекишева. Добрый вечер. В детстве очень любила маленького Мишку, которого мне подарил одноклассник. А с 18 лет у меня новый плюшевый любимчик и есть фотография. Зайдите, посмотрите. Катюшка Кленова, добрый вечер. Добрый вечер. Моя любимая плюшевая игрушка это мой муж мягонький и пушистенький. Шерстяной? Руслан Попопо. Побрейте мужу. Добрый вечерок. Мое детство было самым лучшим. Мы играли в такую игру как Монополия и соревновались в настольные игры баскетбол, футбол и хоккей. А самым крутым достоинством была любимая игрушка Олимпийский мишка символ Олимпийских игр из СССР. А сейчас, кстати, у кого-то это Чебурашка до сих пор есть символ Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Татьяна Кротова самая любимая игрушка велосипед. О, да. Карманный поэт Бинокль Висюльки от советской люстры Лупа и их комбинации позволяли увидеть чудеса. Максим, я жду рисунок Подожди, Висюльки с люстры Это вот эти маленькие ножички как будто были. Какие маленькие ножички? Вот Анастасия Чикишева знает толк дели. Я из Висюлек любила серьги делать. Я их продавала. Не, а у нас такие заостренные в конце были. Классная люстра вообще. С тех пор где-то есть. Татьяна Зыкина Очень даже добрый вечер. У моей бабушки в доме какое-то время жила бабушка Миля. Это бабушка-погорелец, которую моя бабуля приютила, пока за ней не приехали дети с южных регионов. Так вот, из пожара она успела схватить только сухопутную черепашку в коробочке, деньги и документы и огромного плюшевого пса. Видимо, стресс подбегает взять именно то, это. И в конце она мне его подарила огромный коричневый кудрявый любовь-игрушка с теплом и тяжелой судьбой. Ирина Тетенькина, поздравьте, пожалуйста, сына с днем рождения. Сын, с днем рождения. Игнат, сегодня тебе исполнилось 11 лет. Пусть у тебя все будет хорошо от твоей любимой мамочки. Пусть он растет таким же умным, добрым и счастливым, пишет нам твоя мама Ирина. Игнат, с днем рождения тебе, родной. Ты тоже подключайся и пиши комментарий. Хочешь, на батуты сходишь? Татьяна Зыкина пишет нам. А теперь вот он, мой обезьянник, точнее его часть. И там зайдите в фотографии огромное количество как раз обезьянок. Плюшевых обезьян. Наталья Савиных рассказывает о том, что у нее была любимая игрушка это Максимка и кукла Саша. Как выглядел Максимка, мне очень интересно. Кукла Саша, не важно, как Максимка выглядела. Ну-ка, ну-ка. Михаил Глазков, здравствуйте, ведущие. Здравствуйте, Михаил. Я очень любил играть в приставку Дэнди. Было в арсенале много картриджей типа Марио, Контролстрайк и Дьявло. А еще играл на цветном телевизоре, который без пульта. А на черном-белом я играл в деревне у бабушки в такую игру, как Убей ковбоя. Очень классное воспоминание. Не, ковбой, я помню ковбой, но вот эти утки были, вот, да и стрелял из пистолета по уткам. И вот бесячая собака, которая из-за травы вылазила. Ох, как она меня раздражала. В общем, друзья, окунулись действительно в детство, и сейчас тема игрушек будет продолжена. И, как всегда, двери девятой студии открываются, и сегодня у нас, как всегда, потрясающий гость. Дамы и господа, встречайте, сегодня в гостях у девятой студии владелец шоурума безкаркасной мебели и мягких игрушек Роман Елькин. И сегодня вы можете задать абсолютно любой вопрос нашему гостю. А вот и он! Роман же в нашей студии! Кстати, он не один. Здравствуйте! Добрый вечер! Как дела? Как настроение? Да, все замечательно. А с чем связано все замечательно? Ну, с днем рождения! Спасибо! Мишки! Моего любимого друга Клюшевого медведя. И вы не с пустыми руками. Расскажите нам, кто это? Да, это медведь Сластена любит сладкое в отдельности мед. Ну, и сегодня, я думаю, кому-то он достанется в качестве подарка. Круто! Нашим зрителям, друзья, поэтому пишите Роману свои классные вопросы, а я думаю, что он на них ответит честно, как всегда. И, конечно же, кто-то получит этого медведя. Максим очень просил. Можно? Дайте я пока освободим ваши руки. Я пока пообнимаюсь. Все, у меня самый любимый эфир. Ну, все, друзья, кому-то еще и заряженный мишка достанется. Роман, расскажите, пожалуйста, я знаю, что у вас постоянно какие-то новые игрушки появляются. Расскажите о них. Ну, да, есть такое. Все равно ассортимент обновляем. Ну, вот, один из примеров как раз мишка Сластена. Ну, там целое семейство их лесных жителей. Волк, лиса. Также из одной серии это все российское производство. Замечательные друзья. Ну, медведи плюшевые также расцветки немножко расширяем. Такие, как вот редкие, наверное, бирюзовые, карамельные, даже черные. Потому что были пожелания и вот решили с производителем договориться, чтобы изготовили черных фиолетов. Максимально клиент-ориентировались. Ну, стараемся, стараемся, конечно, да. То есть, серьезно, такие необычные цвета и бирюзовые, и черные. Как думаете, с чем связаны такие запросы? Ну, наверное, не знаю. В качестве людей, сколько людей, сколько мнений, столько желаний. Всех свои запросы. Стараемся подстраиваться почти под все. О, это здорово. Хорошо. Расскажите нам еще, сколько у вас, может быть, штук вы считали ли, сколько именно разновидностей возможны медведей? Или это невозможно сосчитать? Ну, может быть, года два назад как-то пытался что-то для себя просто понять. На тот момент разновидностей было более, может быть, 30-40, а именно всего количества общего было более 150. Сейчас, конечно, это число, ну, как минимум немножко выросло. Вы у нас были год назад, ровно год назад, в этот же день, 27 октября 2021. За этот год изменился ли как-то рынок плюшевых игрушек? Да, честно сказать, нет. Как люди любили их, так и любят. Как дни рождения были у людей, так и остаются. Только у Романа возрастает количество разновидностей, он захватывает постепенно рынок, говорит, ничего не изменилось, только вот мы растем, развиваемся, все в принципе так. Действительно, я знаю, что у вас, наверное, один из самых огромных выборов. Да, кстати, вот буквально недавно мне на это указали, как-то вот при мне покупатель заходил и сказал, да, вот очень удивлен был, что вот в городе увидел такой магазин, где есть большой ассортимент именно известных игрушек, малоизвестных, плюшевых медведей, все в одном месте. Вот было очень приятно услышать. Это здорово. Но я так понимаю, что дарят не только детям? Конечно, нет, всем возрастам, от мала до велика, бабушкам, дедушкам, папам, мамам. Я еще помню, что у вас, кроме плюшевых игрушек, был еще ассортимент различный. Груш, кресло, груши, кресло-мешки, да, это у нас уже собственно производство идет непосредственно. Кстати, да, вот именно в этом году, в летом, наверное, появилась одна из новинок в виде медведя, как раз кресло-мешок. А я помню, кто подсказывал вам эту идею. Вот это да, друзья, то есть можно тоже, да, не просто вот такого вот мишку, а еще и сидеть. То есть это большой, здоровый медведь, с которым можно плюхнуться и отдыхать. Конечно, да. Блин, так классно. Это просто, мне кажется, чья-то мечта, наверное. Я даже знаю, чья, вы видите его по телевизору. Супер. Роман, расскажите нам, пожалуйста, еще. Сейчас впереди как раз праздники, да, там и День Матери, и новогодние праздники. Когда лучше всего сделать заказ? Ну, в принципе, конечно, мы стараемся поддерживать ассортимент постоянно, чтобы даже за час до мероприятия человек мог прийти и приобрести подарок. Но, если все-таки есть какие-то определенные стандартные, желаемые какой-то подарок, то, ну, позаботиться стоит как минимум хотя бы там за недельку, за две. Ну, все равно же сейчас перед праздниками будет ажиотаж, поэтому... Ну, естественно, да, мы всегда, конечно, стараемся покупать и предупреждать, что, особенно секреты мешки брать, все-таки этот процесс довольно не быстро в производстве. Все-таки лучше хотя бы позаботиться за месяц. А если вот я, например, не знаю, какую именно игрушку хочет моя жена? Если какие-то, например, ну, если я жене буду дарить, да, а я буду жене дарить, вот, а есть ли какие-то, может быть, подарочные сертификаты, чтобы она сама пришла, там, пожалуйста, вот, выбирай? Да, конечно, есть подарочные сертификаты на разные суммы, так что, без проблем. Кстати, покупатели часто этим пользуются. Кстати, тоже неплохой подарок, я считаю. конечно. Да, да. Именно какого мишку не знаете подарить, а вот сертификатик, он, как говорится, всегда душеньку греет. Супер, здорово. Но и не забывайте о том, что вот такие медведи, это, мне кажется, что такое, знаете, некий сюрприз, некая такая неожиданность, да, море эмоций. Да, незаметно у тебя, еще был за год какой-то супер вау-момент, когда вы тоже, возможно, кто-то пришел и сразу же. Ну, да, некая история такая, летом, где-то в августе, пришел как-то молодой человек заказать двух медведей. Вот. Дело было в том, что они собирались со своей девушкой и с друзьями отмечать какое-то событие в одном из заведений города. И попросил именно подвезти мишку, двух мишек, примерно где-то к 12 ночи. В этот момент должно было проходить развлекательное мероприятие, конкурсы и все такое. Я так понимаю, у него была договоренность с администратором, знакомой, чтобы его девушку выдернули на сцену и она непосредственно участвовала в этих конкурсах. В итоге дошла до финала, заняла второе место и в момент, когда победительница, ну, девушка, занявшая первое место, внесли мишку, маленького, 70 сантиметров, вручили. В этот момент администратор объявляет о том, что теперь внесите вроде как приз для девушки, занявшей второе место. И в этот момент входит этот малой человек с огромным медведем более двух метров и с кольцом. Делает предложение, все как положено. Вот через пару дней просто он как раз позвонил, всю эту историю рассказал, поблагодарил, что мы его не подвели, что все прошло на ура. И вот так вот замечательно закончилось. У меня есть новая идея для вашего бизнеса с медведем. Тоже двухметровый растровый медведь. Но чтобы вот здесь была молния, можно было самому туда забраться. Кстати, такие пожелания уже поступали от покупателей, но мы берем это на вооружение. Слушайте, классная история, поэтому не забывайте, если хотите сделать кому-то приятное и подарок, не знаю, даже предложение, то, пожалуйста, вперед, мишка. Это всегда море эмоций. Ну что, прямо сейчас, друзья, у нас для вас небольшой сюжет, мы с вами потанцуем, узнаем кое-что о танцах, а сразу после вернемся и будем задавать ваши вопросы для Романа. Тем более, что у нас сегодня вот такой вот классный подарок для вас. Поехали, посмотрим. В наше время тяжело найти для себя хобби, еще сложнее найти его для ребенка и практически нереально найти его для всей семьи. Но наша семья совершила невозможное. Мы нашли хобби для всех нас. Мы в танце. Папа, это фраза Микеля. И где он, и где мы? Мы в Евене. А для парных танцев, как и для занятий соло, здесь есть чего выбрать. Латиноамериканские танцы, сальса, аргентинская танго, это лишь легкий перечень того, чем можно заняться вдвоем со своей женой. Ну, а пока она переодевается, я повел Ромыча на свои занятия. Каждое детское занятие начинается с разминки, которую дают проводить детям, самим для себя. Это раскрывает их еще и как лидеров. Правая назад. Д. И левая вперед. Буре. Теперь наоборот, правая. Па. Левая. Д. И правая. Буре. Вот он, мой уровень танцевальной подготовности. Мне кажется, именно с этой же группы я должен был начинать свое восхождение на танцевальный олимп. Ну, а мы пойдем танцевать с Ириной. А здесь продолжат готовить какой-то номер для отчетного концерта. Право. Лево. Право. Лево. Право. Лево. Право. Лево. Право. Раз. Два. Раз. Чуть-то расслабься, ты как-то что-то подзажался. Давай, давай. Раз. Два. Три. Пять. Шесть. Семь. Раз. Два. Три. Простой вариант совсем. Раз. Два. Три. Поворот. Раз. Два. Три. Поворот. Ты как в ручеек заходишь. Зачем ты наклоняешься? Не наклоняйся. Подставка. Шаг. Шаг. Зачем ты крутишь это? Я не знаю. Ты только в этом месте сбиваешься. Ты меня когда начал крутить, вот я не начал. Я тебя вообще не кручу, брат. Давай еще раз. Шаг. Шаг еще. Шаг. Вот. И сейчас меня просто поворачиваешь. И остаешься. Останься на этой ноге, эту сзади. Все. Бодрит, поднимает настроение и предлагает побыть больше с женой. Хотя и с тренером тоже иногда приходится быть. Раз. Два. Три. Стоп. Все хорошо? Все хорошо. Дальше пошли. И пять. Шесть. Семь. Уже испуганное лицо. Я никогда не забуду его. Три. Так ты руки-то не отпускай мои. Ты потом как закидывать их будешь все на шею? Я отпускаю руки, хочу тебе сдаться. Ты так красиво, свои восемнадцать. В чем самый главный плюс танцев для твоих учеников? Самый плюс танцев это развитие, повышение координации. То есть человек начинает чувствовать свое тело. Вот это самое главное. Что стульное, что парные танцы. В парных танцах дополнительный интерес то, что ты с человеком такой. То есть когда вы приходите с семьей, получается, мужчина-женщина, у вас дополнительно есть час-полтора проведения друг с другом. И вы начинаете либо открывать какие-то новые со стороны друг друга, либо наоборот радоваться, веселиться, кайфовать вместе, что так редко происходит, когда мы в обычной жизни уже забываем о каких-то мелочах друг с другом. О пользе танцев можно говорить вечно. Это и хорошая физическая нагрузка, это и психологическая поддержка и разрядка, это и поднятие настроения, а также здорового духа. Но для нашей семьи есть один самый главный плюс. Занимаясь танцами, мы очередной вечер проводим все вместе. Мы семья Никулиных и мы в танцах. А мы сегодня отмечаем день плюшевого мишки. У нас в гостях человек, у которого огромный просто, мне кажется, что ассортимент игрушки и кресла груши на любой вкус, Роман. Роман, прямо сейчас вопрос вам будем задавать, ведь сегодня наши зрители бьются и за наши подарки, и также вот за этого классного мишку. Кстати, у нас хорошая традиция была, придумайте имя, да? Было бы замечательно. Пока он Сластена, что будет дальше, мы не знаем. Хорошо, спрашивают о такой вопрос Артем Кудрявцев. Изготавливали ли вы когда-нибудь диван-мешок? Да, было раньше в производстве у нас именно бескаркасные диваны. К сожалению, в сняли с производства за отсутствием большого спроса. Хорошо, вообще спрашивают, а для мероприятий даете ли вы в аренду кресла груши? Да, это очень популярное в последнее время тенденция, явление, да. Особенно в этом году было очень много организаций, которые проводили те или иные праздники, там День Здоровья, еще какие-то праздники. Заказывали, брали в аренду, да, кресла-мешки и с удовольствием пользовались ими. Так что берите на заметочку. Татьяна Кротова, прилагается ли инструкция к изделиям по уходу и чистке? Или она настолько простая? Ну, скорее всего, вторая, да, она настолько простая. Тогда давайте сейчас всему Кирову проведем инструкцию, как очистить медведей. Записываем. Первое. Записываем. Закидываем в машинку. Так. Второе достаем, расчесываем. Все, друзья. Слушаем. Да, это, опять же, относится к маленьким, к небольшим игрушкам. В принципе, наши игрушки в влагу не впитывают, они высыхают довольно быстро в домашних условиях. То есть вот такого можно в машинку? Да, конечно, в машинку. А если побольше, то, наверное, автомойка. Почему бы и нет? Хорошо. Еще спрашивают Елена Калинина. Как вы думаете, сколько нужно подарить плюшевых медведей ребенку, чтобы он был счастлив? Ну, мне кажется, достаточно едной игрушки. Просто с каждой новой, просто сейчас становится чуть больше. Вот и все. Нескончаемый процесс. Поэтому больше игрушек, больше медведей. Больше. Больше медведей. Хорошо. Еще такой вопрос. Так, спрашивают, зверь любимый. То есть как звери относятся как раз к кресле груши? Вот так вот. Замечали ли вы, может быть, какие-то истории? Ну, домашние питомцы имеются в виду. Да, есть такая обратная связь, кстати, да, по этому поводу. Так как наполнитель у нас внутри, одним из наполнителей являются шарики пенополистирола. Ну, проще говоря, для людей из них делают пенопласт. Они выделяют тепло. И, по сути, для животных кресло-мешок становится батареей. То есть они больше предпочитают на них лежать, спать, нежели царапать, либо кусать. То есть за место на нем надо еще побороться, кстати. Со своим питомцем. Класс. Евгений Савиных спрашивает. А есть ли у вас кресло-мешок пельмень или чебурек? Нет, к сожалению, такого у нас еще нет, но мы возьмем на заметку и подумаем. Ну, можно же заказать, да, что-нибудь такое придумать. Ну, конечно, да. Эксклюзив. Мы индивидуально время-тремень, конечно, разрабатываем, что-то производим. О, класс. Хорошо, спрашивает Катюшка Кленова. А на какую игрушку похожи вы? И замечали ли вы, что люди выбирают игрушки, похожие на себя? Так. Может быть, вы сластена? Просто подождите сейчас. Даже просто в студию покажите просто. Вот как бы, ну, тут сразу понятно, да, он как бы выбрал. Мы тут... Игрушку не просто так. Так, Роман, а вы на какую игрушку похожи? Ну, он, честно говоря, даже не задумывался, даже не знаю, но... Не могу сказать, сложный довольно вопрос. Да, эксклюзивную. Ну, всегда ассоциировал себя, не знаю, может быть, со львом, с чем-нибудь таким, со скорпионом. Ну, это уже больше не животное, но все равно. Но люди выбирают похожее, вы замечаете это? Ну, есть такая тенденция, ну, прям активно за этим не влиял, но есть такое, да, что вот если человек берет, когда вот смотришь на него и на игрушку, что-то есть схожее такое. Вот смотрите, вам задание на год. Провести социологическое исследование по этому поводу. Хорошо. Это приближек к нам. Отчет через год. Да-да-да. Хорошо. Какой самый маленький мишка продается в вашем магазине, спрашивает Рин Пенегина? Ну, у нас есть пандочки белые медведи, сантиметров 25 где-то вот они, в принципе, да, а, не договорил, у нас еще брелочки есть в виде медведей, они порядка 7 сантиметров, то есть стараемся брать от самого низа. Ну, тогда логичный будет вопрос. Самый большой. Самый большой медведи на данный момент у нас 2 метра 40 сантиметров. А, метра 40 сантиметров? Да. А полквартиры? А можно вопрос, а сколько все-таки стоит вот самый маленький мишка, чтобы люди понимали? Так, ну вот если вот красные брелочки, они в районе 250 рублей вроде бы у нас, да. А если вот панда и белые медведи 30 сантиметров, которые они 800 рублей. Хорошо. Наталья Савиных спрашивает. Роман, интересно, как вы записаны у друзей в телефонах? Роман Мишка, Роман Груша, Роман Игрушки, Если не знаете, то вам есть год на то, чтобы узнать. А для этого уже есть еще всякие разные программы, где можно проверить это. Ну, интересный вопрос. Хорошо. И еще спрашивают, какие игрушки, кроме медведя, возможно, вы планируете в будущем выпускать, может быть, что-то к Новому году? К Новому году, да, есть задумка, но пока не знаю, успеем, не успеем. Это не столько игрушка, а кресло-игрушка в виде зайца-кролика, конечно, да. То, что пока вот планируем все-таки, наверное, успеть. Главное не хаги-ваги. Остальное все хорошо. Ну что ж, друзья, прямо сейчас у нас для вас будет рецепт, потому что ужин. Пора его приготовить, если что, позаботиться о нем. Ну, а сразу после мы вернемся и будем дарить вам подарки. Всем добрый вечер. С вами Зонов Сергей, и сейчас мы будем готовить с вами ужин. Сегодня на ужин мы с вами готовим семгу с сыром брынза и сливочным соусом. Для этого нам, соответственно, потребуется семга, сметана, сливки, сушеный лук, базилик и сыр брынза. Начнем мы с того, что обжарим сыр брынза. Также я использую сковороду гриль, но вы можете использовать обычную сковородку. Пока у нас греется, мы наливаем подсолнечное масло. Пока у нас греется сковорода, мы замаринуем семгу. Маринад самый простой – это сок лимона и соль. Промариноваться семге нужно примерно 5-7 минут. Наша сковорода уже прогрелась. Мы выкладываем на нее наш сыр брынза. Долго сыр обжаривать не нужно, потому что сыр этот и так достаточно мягкий. Все, наш сыр уже обжарился. Выкладываем на сковороду. Сейчас мы будем обжаривать нашу семгу. Она у нас уже промариновалась. Наша сковорода прогрелась. Сейчас мы выкладываем на нее нашу семгу. Все, мга у нас уже готова. Сейчас мы приготовим соус. Для этого мы берем сотейник. У луанта 100 грамм сливок. Кладем на 100 грамм сметаны. Сметану со сливками нужно смешать один к одному. Важно это делать на медленном огне, чтобы у вас не притянуло, потому что это молочный продукт все-таки. Шелкнем базилик. И кладем его в наш соус. Базилик в сочетании со сливками дает очень классный аромат. Наша семга готова. Выкладываю ее сверху на сыр. Соусом поливаем все вокруг семги. Также соусом поливаем половину семги. Даже можно одну треть. Выкладываем веточку базилика. И посыпаем все сверху луком фри. Ну вот и все. Наша семга с жареным сыром брынза готова. Приятного аппетита! А мы продолжаем, друзья, на гостях сегодня роман. И мы сегодня говорим про мягкие игрушки, про кресло-груши. Вот те самые, которые дарят уют комфорт. И вот Анастасия Чикифша спрашивает у вас. А есть ли у вас кресло с руками, которое садишься и оно обнимается? Да, кресло-игрушки у нас есть в виде животных. И одно из них как раз вот с длинными лапками. Это кресло-мешок енот. Ну, наверное, саниметров по 70. Даже взрослого человека, в принципе, целиком может обнять. Хорошо. Давайте мы сейчас всем... Для одиноких, да? Давайте сейчас всем расскажем, сколько у вас сейчас в шоу-руме примерно кресло-мешков. И сколько у вас примерно игрушек, чтобы люди захотели прийти и что-нибудь выбрать еще. Ну, кресло-мешки у нас всегда в наличии более 300. Вау, 300! Это стабильно, да. Разных моделей, размеров, разновидностей, расцветок. А игрушек, наверное, не пересчитать. Игрушек, да. Вот уже, грубо говоря, в последний раз считал года два назад. Сейчас... Больше 300 точно, да? Вот вам еще одно занятие, задание на год. Либо прийти вам, друзья, дорогие зрители, пересчитать, написать роман. Я думаю, что он обязательно это оценит. И, возможно, что-нибудь вдруг еще, как говорится, какой-нибудь бонус будет для вас. Ну, а прямо сейчас мы будем дарить вам подарки. И начнем мы, конечно же, друзья, вот с этого сертификата, кто же у нас сегодня отправится в нумерологию, друзья. История про бабушку-погорельца. А, это Татьяна Зыкина. Про бабушку-погорельца. Вот так вот, узнаете больше. Также я знаю, что у нас сегодня... Игнат! День рождения у Игната. По-моему, Игнат. Ваша мама сегодня выиграла вот этот подарок. Поздравляем Ирину Тетенькину. Ну, а также, друзья, от Романа лично, от девятой студии... И от моего сердечка. От сердечка Максима. Этот медведь Сластена отправляется Елене Калининой за вопрос, сколько же нужно подарить ребенку медведей, чтобы он был счастлив. Ну, давайте начнем с одного, а там посмотрим. Да, 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 это точно. Ну что ж, огромное количество сегодня было вопросов. Это здорово, что вам всегда интересно то, чем занимается Роман. Мы желаем вам только расти, развиваться. Но мы уже за год поняли, что вы уже ого-го, как говорится, каких масштабов достигаете. Поэтому вперед. Это действительно радость на все века. Вам спасибо. Так что радуйте нас еще больше, и вы всегда знаете, куда прийти. Ну, а с вами сегодня были мы, Мишка Сластенок, которые отправляются у нас к Елене Калининой. Максим Кропотов, который остается в девятой студии. Алена Милина. Который остается на девятой студии. А Роман Елькин, который отправляются в свое царство медведей и ждет вас всех. Поэтому, друзья, отличного вечера. Ну, а сегодня вечером не забывайте. Семейный квиз 7 на 9. Посмотрите. Улыбайтесь чаще. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова